Курьеров и таксистов обеспечат соцпакетом. Глава Минтруда и Суцзащиты Тамраду Исенова сегодня в Мужелисе рассказала о предлагаемых нормах социального кодекса. По ее словам, для тех, кто работает через онлайн-платформы, введут специальный налоговый режим. Говорили на заседании о снижении пенсионного возраста для шахтеров, введении системой сертификации для работников и не только. Обо всем по порядку расскажет Мира Альжанова. Отказаться от МРП и считать соцвыплаты, исходя из единого показателя или минимальной зарплаты, предложила депутат Джамиля Нурмамбетова. Она отметила, что месячный расчетный показатель никак не зависит от экономики страны. Тем временем, продовольственная инфляция за 10 месяцев этого года достигла порядка 20%. Заложенная для исчисления пенсии и пособий величина прожиточной минимумы уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. Поэтому настоятельно рекомендую министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума. Представляя проект социального кодекса, глава Минтруда Тамара Дюсенова рассказала о введении понятия «независимый работник». Отныне курьеров и таксистов признают формально занятыми. Это значит, что они смогут рассчитывать на соцвыплаты из республиканского бюджета. А вот что касается шахтеров, то в ведомстве рассматривают несколько вариантов их раннего выхода на пенсию. Первый вариант это то, что предлагали сами шахтеры о том, что нужно снизить пенсионный возраст. Второй вопрос то, что рассматривает наши финансовые эксперты возможность снижения стоимости пенсионного аннуитета. Третий вопрос это возможности 50 лет выйти за счет обязательно пенсионных взносов. Четвертая возможность покупки пенсионного аннуитета с низкой стоимостью, плюс софинансированность со стороны работодателя для того, чтобы обеспечить адекватный уровень пенсии. Затронули и вопросы трудоустройства. Отныне работникам придется подтверждать свои навыки на практике и получать сертификат от работодателя, независимо от наличия диплома. Такие требования планируют закрепить в законопроекте о профессиональных квалификациях. Таким образом в Казахстане появится система сертификации работников, а работодатели будут стимулировать на обучение персонала. И возможно, что будущим диплом при трудоустройстве даже не понадобится.